Вот теперь я могу гордиться городом Магнитогорском. Он делает правильный выбор. Он верит тому, что говорим мы, а не слушает московские сюжеты. Потому что понятно, 11 телевизионных каналов, а смотреть-то по сути нечего. Мы не собираемся копаться в какашках. Дело в том, что самая быстрая телевизионная реклама – это копание именно в какашках. Мы вам говорим, как жить. Основываясь, ну, во-первых, на своих собственных ошибках. Да, я ошибался, и признаю честно это. Я думал, что на газу мне будет ездить за подло. Оказывается, нет. Оказывается, автомобиль-то и предназначен работать на газу. И, опять же, кто-то может сказать, что живем мы тяжело, живем мы напряжно. Да нет. Владимир Владимирович умудрился практически собрать весь союз. Мало того, конечно, понятно, что везде кризис, и жить нам будет нелегко. Но, тем не менее, что за 20 лет изменилось? Ну, если брать срез, минус 20 лет. Колбаса стоила 2,20, сейчас она стоит 220 рублей. Бензин стоил 25 копеек, и сейчас он стоит 25 рублей. Пиво стоило 50 копеек, бутылка, она и сейчас стоит 50 рублей. Тогда квартиру получить было нереально, и сейчас ее купить также нереально. Почему у вас такие большие расходы на бензин? Да потому что машин стало больше, вы перемещаться стали в разы больше, и часто бестолково. Посмотрите, что творится на проходных. Люди крысятничают и опять стонут. Да что же вы стонете-то? Поставьте газовое оборудование и поймите, что это совсем недорого перемещаться. Где мы будем ставить газовое оборудование? Я проехал по многим установочным боксам. Вы знаете, я знаю реальную стоимость газового оборудования. Так вот, крайне рекомендую только Экогаз. Потому что специалист Вадим высококлассный, и цены он не дерет. Мало того, он как-то постоянно все время с вами находится. И мы не будем вам в очередной раз показывать нутро автомобиля. И все операции с инсталляцией газового оборудования. Да потому что незачем это делать. Пусть кукарка готовит, слесарь точит, а президент управляет. Каждому свое. Просто давайте послушаем мнение тех, кто, связав жизнь свою и своего автомобиля с газом, понял, что жить стало проще. Тысячи автомобилю любителей поняли прелесть газового оборудования. То, что ездишь больше, тратишь меньше. Хотя, по сути, цена просто ничем не изменилась. Раньше 25 копеек был бензин, сейчас он 25 рублей. Ну и колбаса 2,20. Только мы раньше не перемещались столько. Теперь еще. Мы раньше ставили машины в гаражах. То есть в гараже где-то минус 15 температура была. То есть можно было завестись при минус 40. Теперь автомобиль любителей вынуждены молотить. По деньгам, как оно получится? Молотить всю ночь на газу и на бензине? Да. Вроде продуктивно смотреть, что газ, он намного дешевле, чем бензин, и поэтому работа на газу, соответственно, в денежном эквиваленте это будет намного меньше, чем на бензине. Ну и имея опыт, много у нас ставят те, которые работают, ребята на такси. Они спокойно берут и в ночное время включают, ну и скажем, не выключают, да, мотор, запросто работает на газу и имеется, говорит, имеется опыт того, как они пересказывают, что на газу это намного продуктивнее и проще. Ну и самое главное дешевле. Газовое оборудование имеет еще одно преимущество. То есть в автомобиле установлена стандартная бензиновая, в автомобиле топливная система, да, бензонасос качает 2-3 очка, но в городе Магнитогорске движение, это движение в пробках. Газовое оборудование, у него же, по-моему, и давление поменьше, то есть и расход меньше, а для того, чтобы на холостых работать, не надо бешеного давления топлива и газа, по-моему. Да, в принципе, работа газового оборудования, оно осуществляется 0,6, ну или 1, одно атмосферное давление, то есть это, да, намного меньше. Ну и в пробках, соответственно, если вы работаете на газольном бензине, опять же мы говорим о расходе, расход газа, хоть и соответствующий примерно бензину, но в ценовом эквиваленте это намного меньше. То есть тот, кто говорит, что в городе газа жрется больше, чем бензина, это просто, ну, не совсем правильная информация, так получается? Да, это не совсем правильная информация. Газа, ну, съедается не намного больше, чем бензина, а в некоторых местах даже и меньше. Это не просто экономия? В чем она реально выражается? В экономии средств, на заправке автомобиля. А куда деньги теперь, вот уже больше деваем? На собственные нужды, на семью, на здоровье. Во сколько раз стало больше денег? На 70%. На 70% больше можно покупать колбасы? 50% до 70%. Сколько вот раньше на бензин тратил? На 100 километров уходило 750... 700 рублей. Вот это да, да? Да. А сейчас сколько? Сейчас на 100 километров уходит 200 рублей. Чистая экономия? Чистая. А купил уже газооборудование? Раз за четыре. Вот такая она экономия при установке газа? Да. А ставил где его? Тут. Это газ авто. Так что же это такое газ? Газ? Ну это заменитель бензина. Вы где ставите? Уже второй автомобиль свой. В каком месте вы ставите газовое оборудование? Компания Экогаз. Что принесло в вашу жизнь газовое оборудование? Ну, как бы прилично экономится денежки, расходуемые на топливо. Потому что ездить приходится много, там, за детьми в школу, туда-сюда, и 20 тысяч в год наматывается спокойно. И, то есть, грубо говоря, за полгода это оборудование оправдывает себя, и уже потом начинает приносить прибыль. Автомобиль ведь, по сути, это дорогая вещь, которая в конце своей жизни ничего не стоит. Ну или практически ничего. При этом простая арифметика говорит, что за 10 лет неспешной эксплуатации вы на бензине сожгете минимум полтора миллиона рублей. Представьте, за 10 лет вы сжигаете одну или двухкомнатную квартиру, что становится более обидным, если вы купили наш тазик за 300 тысяч рублей, потому как на бабки попадают в основном не самые обеспеченные люди. То есть мы тратим безумно много, при этом жалуемся, что плохо живем. Живем мы безумно, в смысле без ума, голову не включая. Газ эту сумму вам сэкономит вдвое, если это пропан, и втрое, если это метан. И мы вам перечислили затраты человека обыкновенного, на автомобиле не зарабатывающего, простого металлурга, для которого автомобиль лишь способ перемещения своей не самой хитрой задницы. Самые же хитрые на первоначальном этапе пытаются скресетничать. Частенько такое получается, что, допустим, таксисты берут крупную партию, ставят, ну, в том месте, где подешевле, а потом начинается проблема. То есть там фишечка где-то висит. Как правильнее обслуживаться и ставить оборудование там, где живешь, по-моему, да? Я думаю, что да. Мода такая идет. Ездить в Челябинск, там вроде как оно подешевле. Оборудование не сегмент ставят, ну, название не буду говорить, но установка идет, не скажу, что плохо, но в момент, когда они приезжают к нам, обслуживаться и ездить в Челябинск это довольно-таки дорого. А любое оборудование, у него есть расходные материалы, это топливный фильтр, сами форсунки, хотя и ходят они около 60 тысяч до капитального ремонта, ну, или до промежуточного ремонта, точнее, будет сказать. Все равно их нужно обслуживать. Сегмент в Челябинске немножко отличается от Монитогорского, и поэтому, ну, конкретно говорить, если про Челябинск, то, что дешевле, это не значит, что в дальнейшей эксплуатации это будет лучше. Я думаю, что лучше ставить там, где живешь, ну, пусть даже это чуть-чуть и подороже будет у нас в Монитогорске. И, наверное, так получается, что если они там ставят оборудование, челябинский специалист понимает, что ему главное поставить, а тот, пускай уже, что как хочет, тот так и получит. Вот, то есть, есть такой термин, немножко непечатный, установка на отвались. Ну, по-моему, там вот оно часто случается. У вас же, получается, вам дальнейшее обслуживание, это тоже ваша проблема? Самое главное, ну, я думаю, что поставить, но наиболее важное для автомобилиста это эксплуатация газового оборудования. Потому что, ну, я скажу, наверное, все автомобилисты или автомобильная вся промышленность построена на том, чтобы обслуживать после, а не только еще и продать автомобиль. То есть, ну, клиент это все-таки господин, того, что он хочет поставить, и мы всегда ориентируемся на клиента. Поэтому обслуживание это тоже важная часть в нашем бизнесе или в нашем деле. И вот там чуть-чуть осталось научиться жить разумно. Я 15 лет практически назад съездил в Соединенные Штаты Америки и наблюдал интересную картину. Открываю холодильник, и там битком все забито едой. То есть, американцы живут как? Они просто раз в месяц едут в оптовый центр. Ну, там такие есть. А он у нас появился, только в метро мне рекламу не заказывает. Ну, ничего страшного. Мне ихние деньги-то особо не нужны. То есть, в метро реально можно купить 10% товаров. Представляете, да? дешевых товаров, но нехорошие, высококачественные, вопросов нет. То есть, берем мясо 10 килограмм. Какая разница? Оно на рынке замороженное и тут замороженное. Берем рыбу замороженную. Еще раз вам объясним, что охлажденной рыбы на рынке Магнитогорска не бывает. Ее размораживают. А потом, не спеша, целый месяц на 15 тысяч рублей, я специально проводил калькуляцию, живем большой семьей. Мало того, можно путешествовать большой семьей. Так как это делают, допустим, австралийцы. У них доходы не такие, как у американцев. Те ездят, понятно, на бензине. Мы ездим на ослиной мочей, платим за нее бешеные деньги. Австралийцы ездят на газу. Там 90% автомобилей, продаваемых сразу, ездят на газу. Ну, давайте все-таки перенимать опыт нормальных, развитых стран. То есть, живя разумно, не ограничивать себя, к примеру, в перемещениях.